Добрый день, это Никита Исаев, Свободная пресса, наша открытая студия. Во время противостояния между Россией и Украиной, сейчас в переговорном процессе, который идет, к которому подключаются разные страны, Соединенные Штаты Америки, Евросоюз в виде ПАСЕ и так далее, звучат разные голоса, Украина принимает разные законы о реинтеграции Донбасса и признает Россию страной-агрессором и так далее. И снова звучат голоса о том, что и Крым вроде как снова нужно возвращать в повестку переговорного процесса между Россией и Украиной. До этого был только Донбасс. Соответственно, хочется понять, на какие риски сейчас возникают в преддверии четырехлетней годовщины воссоединения Крыма с Россией, и этот вопрос мы сегодня обсуждаем с первым заместителем председателя комитета Государственной Думы по делам СНГ, евразийской интеграции, связи с соотечественником, человеком, который Крымом занимается, в общем, с момента и развала Советского Союза, да и, в общем, до этого момента, и достаточно устойчиво имеет свою политическую позицию по этому поводу. Константин Федорович Затурин. Здравствуйте, Константин Федорович. Константин Федорович, ну скажите, риски какие-то сейчас существуют для России по Крыму, и вот снова звучит разговор о Будапештском меморандуме, и насколько это противоречит, не противоречит, и Украина снова ставит этот вопрос, переводит его в судебную плоскость, в решение ПАСЕ и так далее. Ну, во-первых, риски существуют и сохраняются в силу известных отношений наших с Украиной. Вы уже сказали о том, что только что Верховная Рада Украины, это произошло на прошлой неделе, приняла закон, который, в общем, достаточно лживо называется законом о реинтеграции Донбасса, хотя на самом деле его официальное название о обеспечении суверенитета Украины на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. В этом документе Крым тоже упоминается под запятую с Донецком и Луганском, хотя в заголовке самого закона Крым не упомянут. В данном случае речь идет о том, что Украина является источником беспокойства и говорить о Крыме, является предметом забот со стороны наших силовых структур, пограничников, таможенников и так далее. Вы знаете, что нет недостатка в желании у радикалов на Украине заниматься терактами, диверсиями. Такого рода факты они за все это время после 2014 года несколько раз имели место. Начиная с подрыва линии электропередач, который поставил просто в повестку дня, необходимо срочно решать вопрос о энергоснабжении Крыма. Сейчас мы завершаем строительство Крымского моста и если не на официальном уровне, то на уровне радикалов, которые на самом деле сегодня конкурируют с официальной властью на Украине. Кто из них больше патриоты, кто из них навязывает повестку дня. Не раз раздавались угрозы, что они будут пытаться во всяком случае подорвать опоры этого моста, или нанести какой-то ущерб ему и так далее. С этой точки зрения абсолютно безмятежной ситуацию называть нельзя. В каком смысле Крым гарантирован в целом? Конечно, Крым защищен. Он защищен фактом нахождения Черноморского флота и наших воинских частей. Как вы знаете, предприняты дополнительные меры для того, чтобы небо над Крымом и акватория, прилегающая Крыму, надежно охранялась. И, собственно говоря, кроме каких-то единичных выпадов, до сих пор ничего масштабного произвести на самом деле ни Украине, ни тем самым украинским радикалам против Крыма не удалось. Есть трудности населения, поскольку население крымское сохраняет определенные отношения с теми, кто остался на Украине. Хотело бы, и мы в этом его могли бы вполне поддержать, осуществлять какие-то связи с этой территорией. Константин Федорович, Крым... Но это все в силу позиции, которая занята украинскими властами, все менее и менее возможно. Скажите, Константин Федорович, в повестке переговоров Сурков-Волкер Крым присутствует или пока там только Донбасс? И Украина, соответственно, это разменная карта сегодня для Соединенных Штатов Америки в отношениях с Россией или нет? Вот, собственно, эти два момента. Ну, насколько я знаю, нет. Я вчера разговаривал с Владиславом Юрьевичем, он с Урковым, я имею в виду, он готовится к поездке. Она должна произойти, если не ошибаюсь, в конце этой недели. И объявлено, что в этот раз местом проведения будет Дубай, встреча с Волкером. Вы знаете, один раз встречались в Белграде, один раз встречались, не помню, еще где-то. Ну, в общем, как бы вот на нейтральной территории. Значит, нет, насколько я знаю, никаких обсуждений Крыма нет, но при этом хочу отметить, что как раз американское все большее и большее вмешательство в переговорный процесс, оно как раз и характеризуется тем, что в отличие от Европы, которая, ну, понимая реалии по поводу Крыма, не слишком часто вспоминает, как раз американцы загоняют в тупик всю ситуацию, потому что на официальном уровне они подчеркнули, что речь идет не только о Донбассе, который надо вернуть Украине, хотя мы его не забирали, но и о Крыме, который действительно в результате референдума вернулся в Россию. Второй ваш вопрос по поводу Украины. Является ли она разменной картой сегодня? Для Соединенных Штатов. Ну, это в зависимости от понимания, у кого как. Я не исключаю, что, как бы, Украина важна в принципе, собственно говоря, и для идеологов американской внешней политики, ну, например, для покойного Збигнева-Бжезинского. Это именно так и выглядело, что мы должны, я напомню заголовок одной из его статьи, Россия должна обрести на Украине свой Вьетнам. То есть они рассматривают Украину, как удобный для них повод ограничивать возможности России, создавать ей проблемы на постсоветском пространстве, не дать ей преодолеть сегодняшние трудные отношения с Украиной. В общем, как такой благодарный повод для того, чтобы, ну, минимизировать возможности России восстановиться, встать на ноги. А если они нам захотят, предложат ее вернуть в размен на что-то, я не знаю, на геополитические развлечения, Украину. Не, ну, Украину мы не забирали, поэтому тут нечего возвращать. Украина была в неком пророссийском векторе. Считалось, что Янукович, наш президент, он не подписывал ассоциацию с Евросоюзом. Во многом это явилось катализатором Майдана 2013-2014 годов. И сейчас есть такие мысли, что в случае, если Соединенные Штаты Америки пойдут навстречу России, интересам России, России в Украине, возможно досрочные выборы президента, возможно влияние России, возможно создание партии там, возможно изменение информационной повестки. Такое возможно? Нет, ну, прежде всего хочу сказать, что это чересчур лихое заявление, что Россия была исключительно вот в российском поле влияния. Правильно будет сказать, ну, возьмем такого эксперта, как бывший уже президент Леонид Кучма, он в свое время, будучи еще президентом, накануне очередных выборов на Украине, сказал, что Украина это футбольное поле, на котором играют Соединенные Штаты и Россия. Ну, это он кокетничал, но на самом деле очевидно, что Украина политически никогда не была однородна, Западцы хотели к западу, а восток к востоку. И в силу этого, поскольку Украина все-таки рассчитывала сохранить свою, рассчитывая территориальную целостность, то все время шла борьба вот разных тенденций, полностью принадлежащей к российскому, как говорится, полю, в зоне влияния, но это было бы неверно сказать, потому что на самом деле были разные президенты на Украине, но все они в конечном счете пытались разыграть карту между востоком и западом. Первым исключением был Ющенко, потому что он очевидно устремился на запад, и вот одна из проблем, которая у него возникла, почему он на выборах 2010 года, попытавшись пойти второй раз, получил всего 5%, это вообще рекорд Гиннеса для действующего президента. Действующий президент на Украине получил 5% и выбыл сразу из дальнейшего участия. А просто потому, что как раз украинская элита, экономическая прежде всего, олигархи, они испытывали, они извлекали выгоду из этого положения Украины и туда, и сюда. А то, что Ющенко в данном случае стал слишком ориентироваться на запад, его связи с Россией, связи Украины с Россией дали трещину. Наш посол, напомню тогда, Зурабов, уже назначенный, отказался ехать. Медведев сказал, что он не поехал до окончания срока полномочий Ющенко, не приступил к своим обязанностям. Все это был сигнал к тому, чтобы Ющенко отказали в доверии его собственные сторонники. Константин Федорович, но справедливости ради стоит сказать, что существенную часть собственности украинской была передана российским олигархам именно при Ющенко. И первый свой визит Константин Федорович Ющенко осуществил, в отличие от Януковича, не в Брюссель, а именно в Москву. Так это вполне объяснимо, потому что главные проблемы его как раз были с Москвой. Само его избрание было для Москвы определенной проблемой. Она ставила совсем на другого кандидата. И для Москвы было очевидно, где заквашен Ющенко и кто его поддерживает. Поэтому, так же, как в известном истории, держи друзей близко к себе, врагов еще ближе, да, в крестном отец, так было сказано. Ющенко, естественно, поехал в Россию для того, чтобы пустить пыль в глаза. А, это пыль в глаза. Ну да. Он, например, встретился с патриархом Алексием Покойным и сказал, что я не тот человек, который будет указывать, какая дорога ведет храму, я не буду заниматься интригами против русской православности. И приступил к этим интригам с первого дня своего президента. Вы процитировали одного из бывших президентов еще, то есть Кучму, да, футбольное поле Украина. А до этого футбольного поля была Польша, то есть тот самый польский вопрос. Нет ли ощущения, что следующим футбольным полем может стать Беларусь? Потому что, с одной стороны, ее разрывают поляки, там, в Гродненской области, в Брестской области, 30-40% польского населения. И Польша, усиливающаяся, в том числе и через проект Междуморья, и так далее. Нет ли такого ощущения, что Россию дальше могут рвать именно вот через Беларусь? Ну, во-первых, отношения Польши. Все-таки, да, конечно, мы еще в советские времена, очевидно, боролись разные перестроечные времена, разные тенденции. Все это привело к феномену солидарности. Это все известно. Но при этом позиции, на самом деле, Советского Союза, тем более России уже, никогда не были в Польше настолько очевидными, как наши позиции на Украине. Это понятно. Украина просто была частью нашей страны. Польша со времен Первой мировой войны частью нашей страны не являлась. Да и тогда, когда она была частью нашей страны, в 19 веке, она была источником постоянных беспокойств. Восстания и всего остального. Многие считали, и совершенно правильно, по-моему, считали, что это было избыточное приобретение Российской империи, которая на самом деле создавала нехлопоты и проблемы. Что касается, значит, Белоруссии, то здесь, мне кажется, речь идет не о том, что Беларусь может кем-то стать вроде Украины, а дело в том, что очевидно с какого-то момента желание действующего президента Александра Лукашенко занять утраченную Украиной нишу. Украина утратила в результате событий 2014 года эту нишу моста между Востоком и Западом. Значит, Лукашенко, которого были достаточно сложные отношения с Западом всегда, хотел бы преодолеть это для того, чтобы стать последний диктатор Европы. Последний диктатор, там куча было разных санкций и так далее, и так далее. Он хотел бы это преодолеть для того, чтобы встроиться в эту нишу и испытывать как ласковое телятье как бы возможность использовать и западную инвестиции и помощи российские, которые он использует все это время. И украинские отношения из Китая. Поэтому он ведет себя в этом отношении достаточно. Но тут есть определенные пределы. То есть, мне кажется, Александр Григорьевич должен понимать, хотя не всегда можно надеяться на то, что все правильно понимает человек, который столько лет находится у власти и фактически безальтернативно, должен понимать, что для того, чтобы сблизиться с Западом и уйти на Запад, условно говоря, там потребуются совсем другие лидеры. И, как показывает опыт, люди, которые пытаются провести такую серьезную переориентацию, они, как правило, не удерживаются. А он и не пытается. Он пытается на самом деле просто нащупать интерес на Западе для того, чтобы его разыгрывать, в том числе в интересах, так сказать. То есть, Белоруссия футбольным полем вы не считаете? Я считаю, что это так, хотя в Белоруссии есть определенные тенденции. В Белоруссии, безусловно, есть по определенной степени прозападно ориентированная часть номенклатуры. Ее олицетворяет министр иностранных дел нынешний. Это, в общем, не особо скрывается. Именно он уполномочен президентом Лукашенко налаживать диалог с Западом. Он ездит на восточное партнерство и так далее. Но это все очень осторожно. Это при том, что доминант самого Лукашенко во внутриполитическом поле Украины, прошу прощения, Белоруссии, не снился ни одному президенту Украины, в бытности его президентом. Лукашенко действительно во главе авторитарного режима на Украине в общем-то были поползновения создать такой режим, но никогда в чистом виде его не было. Ни у Януковича, ни у Кучмы в самые, так сказать, их золотые времена. Но Горбачев к моменту развала Советского Союза за год до этого избрался президентом Советского Союза, рейтинг его был наверное не ниже 85 процентов, которые получают рейтинг. Но вы забываете только одно важное обстоятельство, которое стало одной из причин развала Советского Союза и краха самого Горбачева. Никого не избирался населением. Он избирался съездом народных депутатов. И в этом он сразу проиграл Борису Ельцину, который пошел на участие. Затем, Федорович, Ваша недавняя инициатива относительно денонсации либо полностью, либо части договора о дружбе, сотрудничестве, партнерстве между Россией и Украиной подписана Ельцином в 97-м году. В 99-м. А, да, подписана в 97-м. В 97-м году. Ратифицирована в 99-м. В чем это? Для чего это? И что это может изменить в российско-украинских отношениях? Ну, во-первых, я тоже считаю, что не назовешь вполне нормальным положением, при котором мы уже провели изменение своей конституции в связи с решением о возвращении Крыма, проведенным там референдумом, подписанным договором о создании новых субъектов Крыма и Севастополя. А при этом остается формально действующим договор, ратифицированный в 99-м году федеральным собранием, подписанный уже как закон президентом Ельциным, в соответствии с которым Крым и Севастополь признаются статьей второго договора, то есть признание на тот момент существовавших границ Украины означало, что мы признаем присутствие Крыма и Севастополя на Украине. Значит нам этим постоянно колют глаза и как вы знаете в связи с высказанным мной предложением было много всяких голосов на Украине и уж кто-кто вице-спикер Верховной Рады Ирина Герасченко бывший пресс-секретарь Ющенко и женщина в общем которую я хорошо знаю как убежденную противницу любых отношений с Россией. Она отстаивала необходимость сохранения договора только по одной причине с самого начала Украину с момента когда подписывали договор не интересовала ни дружба ни сотрудничество ни партнерство там по этому поводу одни слова в договоре там есть единственный конкретный пункт признание границ и вот она сегодня одной рукой они пишут о том что мы агрессор оккупирующей территории а другой они говорят ну и только не будем трогать договор о дружбе сотрудничество и партнерство почему? парадокс потому что они хотят апеллируя к этому договору в том числе и международных судах говорить о том что Россия нарушает взятые на себя обязательства моя логика вот я хочу чтобы было понятно следующее по всем своим основаниям признание границ в договоре о дружбе а не в договоре о границах означает что это взаимосвязано с дружбой ну формально говоря если нет ни дружбы ни сотрудничества ни партнерства как это сейчас то тогда сомневаться приходится и в признании границ раз это спакетировано в одном тексте это первое но я-то считаю что на самом деле у нас повод важный для того чтобы отказаться от признания по крайней мере Крыма и Севастополя в этом договоре частью Украины связан с тем что в 54-м году мы незаконным образом незаконным образом не мы в данном случае а тогдашняя коммунистическая партия и советское государство передали Крымскую область состав УССР и вот прежде мы собираемся по крайней мере такова моя инициатива вернуться к этому вопросу по всей вероятности сначала это будет запрос Конституционный суд Российской Федерации а потом будет как я надеюсь закон который еще раз подтвердит первый раз это было сделано в 92-м году Верховным Советом СССР в форме постановления сейчас мне кажется надо сделать в форме закона в соответствии с которым мы признаем акт 54-го года неправомочным не имеющим юридических посылок ну не имеющим как бы юридически ничтожным если это так то тогда люди которые подписывали в 97-м году договора в 99-м ратифицировали не учитывали этот факт значит это основание для того чтобы сказать ребята вот в этой части договор надо пересмотреть тем более что нас ориентируют сроки договор в соответствии с своими механизмом продления должен быть автоматически продлен на следующие 10 лет в будущем году точнее 1-го марта 99-го года если мы до 1-го октября этого года не выскажем других соображений за полгода в соответствии со статьей договора надо предупредить другую сторону вот почему я об этом заговорил но при этом современном мире после второй мировой войны особо никто не войн не объявляет когда воюют де-факто да и с Японией у нас нет мирного договора и мы в состоянии войны находимся поэтому такие коллизии мы в состоянии войны не находимся но мирного договора между нами нет хорошо Константин Иванович в Крыму часто бываете? ну довольно часто как жизнь у людей в Крыму по вашим ощущениям за 4 года? ну я бы сказал следующим образом конечно весь тот фонд который сопровождает сегодняшние российско-украинские отношения и тот факт что Крым является объектом прямых санкций не только общих но и персональных в отношении Крыма конечно не может радовать людей с другой стороны я мы проводили социологические опросы мы беседовали и так далее подавляющее большинство населения Крыма ну это 80-90% оно не жалеет о том что было принято решение о возвращении Крыма в Россию ждет открытие Крымского моста который существенно конечно изменит жизнь на полуострове и за этот срок который уже прошел стали решаться вопросы которые годами не решались вот например город Севастополь сейчас когда вы едете по Ялтинскому кольцу она окружает Севастополь вы видите огромную стройку там значит ТЭЦ которая не хватала Севастополю оно уже практически построено то есть все то что Украина 23 года не делала начало в Севастополе делаться а нет ощущения Константин Федорович что это во многом за счет россиян проживающих на остальной территории вот вы говорите дороги вот повысили в этом году акцизы на бензин и в том числе для чего для того чтобы сделать дорогу Таврида в Крыму и в Калининградской области Крымский мост сколько раз повышалась цена стоимости там 350 миллиардов для других регионов это просто даже не снится каким-то образом нет ли ощущения некой диспропорции или вы считаете что это наш долг фактически это дело значит вы знаете я вообще историк сам по образованию и я время от времени конечно не только событиями актуальной новейшей истории занимаюсь вот как вы уже сказали по крайней мере с 93-го года занимаюсь проблемой Украины российско-украинских отношений Крыма но и свежаю время от времени память возвращаясь к временам уже далеким я вам хочу сказать что мнение о том что Крым это абуза оно было очень распространено среди временной части дворянской оппозиции Екатерины Великой ну например известный автор написавший книгу о повреждении норовов России князь Щербатов который кстати говоря был для Пушкина одним из источников того при описании того времени он считал что Крым это гробница для русского человека я цитирую гробница для русского человека потому что это и климат другой и вообще уже что значит прошло какое-то время и это буквально при жизни одного поколения поняли что это никакая не гробница а это приобретение необычайно ценное для России но в тот момент например было важно что в связи с ликвидацией Крымского ханства Потемкин писал Крым разрывает границы России мы ведь тогда не могли осваивать все те территории которые позже стали Новороссией позже стали Украиной позже стали нашими южными территориями потому что было на этом месте дикое поле в результате разбойничных набегов уводились в полон люди разорялись территории вообще не было ничего не было ни Донецка ни Луганска ни Днепропетровска ну конечно не было ни Херсона ни Николаева все это стало возможным только после присоединения Крыма в 18 веке вот и сейчас да конечно мы безусловно сегодня расходуем Крым дотационный регион таким его сделало 23 года существования в составе Украины я прекрасно знаю например положение в Севастополе шел там правда неуспешно на выборах в 2014 году ни одна школа не была не построена не отремонтирована за 23 года теплоцентраль которая проходит через Севастополь потери в ней достигают 40% для транспортировки энергии то есть она в сталинские времена она с тех пор не реконструировалась то есть все это конечно требует денег и конечно требует для того и существует федеральный бюджет что отбирая деньги в виде налогов и всех поступлений он затем перераспределяет в соответствии со значимостью этой территории но я убежден что на жизни одного поколения мы увидим как Крым преображается и становится действительно он уже и сегодня в каких-то вещах является для нас уже жизненно необходимым я уже не буду говорить о том что абсолютно ясно если бы мы не вернули Крым то нам например пришлось бы решать проблему Черноморского флота который бы просто оказался как броненосец потомки плавающим без пристанища но наши туристы почему-то выбирают Турцию и вот сейчас скорее всего Египет и объем турпотока внутреннего в Крым уменьшается ну это по той причине что в начале конечно был всплеск очевидный и вот нельзя на него ориентироваться как на постоянную величину потому что он вызвал ситуации но и так же ясно что за вот эти годы о которых речь идет в Крыму кроме дач для олигархов и чиновников ничего не строилось как раз необходимо реконструировать курортную инфраструктуру необходимо построить новые здравницы это происходит введено несколько новых Газпром ну наиболее наши состоятельные очень Сбербанк там и так далее Сбербанк в Крыму что-то делать? да конечно есть же на самом деле вот это МРИя да которая принадлежит по-моему Сбербанку если я не ошибаюсь просто Сбербанк как-то неохотно он он не ведет там операции да и я кстати в этом считаю есть большой изъян и надо безусловно здесь приводить все в соответствие ну вы знаете чем наши банкиры это объясняют они хотят поражения в правах на западных рынках хотят продолжать свои отношения ну в общем руководство страны пока прислушивается к этому но если дело касается недвижимости то тут никаких проблем нет и лично персонально и с точки зрения структур которые они возглавляют давным-давно еще при Украине обосновался Вайданили Олег Перв с момента возвращения Крыма в Костин возглавляющий внешторбанк под Севастополем развивает свои личные виноградные плантации и так далее и так далее так что это тоже со временем все войдет в нужную колею в нужное русло я абсолютно убежден что Крым для нас это гигантское приобретение если уж говорить просто о возможностях Крыма а не обуза а не обуза на сегодняшний день для того чтобы что-то получить мы конечно должны что-то вложить конечно Крымский мост дорого стоит но в результате того что он будет построен жизнь в Крыму совершенно изменится потому что не будет никакой сезонности Константин в заключение вот вы упомянули о вашей встрече там с Руковым перед возможной поездкой Минск 2 вообще этот формат тем более с учетом недавних заявлений Назарбаева значит с Трампом по этому вопросу почему-то вдруг про между прочим относительно их внуков Минск 2 живой формат вокруг него еще что-то можно строить или уже воспринимаем как умершее что-то во-первых я хочу вам сказать мы должны быть наверное последними кто будет сомневаться в необходимости Минских соглашений эти соглашения Минск 2 именно даже не Минск 1 Минск 1 там было много наделан ошибок конкретных которые потом на второй стадии уже нельзя было исправить ну например стали пользоваться терминологией там отдельные районы Донецкой Луганской области это все было навязано Минске 1 когда еще велико было влияние на процесс переговоров Михаила Зурабова и прочих горе-специалистов которые на самом деле только создавали проблемы а не решали их и ложно информировали во многих вопросах свое руководство ну например о прелестях Порошенко как человека с которым можно договариваться это вот личная линия Михаила Зурабова который с Порошенко по-моему вошел в личные коммерческие отношения за время своего пособства на Украине он тоже шоколадный король ну Михаил Зурабов если вы знаете человек который никогда не чурался коммерцией всегда будучи даже государственным чиновником заодно занимался бизнесом компания Макс например был министром здравоохранения при этом создан монополист медицинский страховщик и так далее он и как посол тоже всегда больше интересовался этим а не существом дела ну бог с ним ладно Минск живой да так как я считаю что мы какие бы сегодня трудности не были на пути реализации минских соглашений тем что мы их уже узаконили в совбезе ООН тем что мы сохраняя формат с Германией и Францией заставляем каждую сторону клясться верности минским договоренностям даже Порошенко для внешнего употребления вынужден говорить что он вот только что он с Волкером встречался они обсуждали необходимость значит реализации минских соглашений это при том что у него в парламенте принят закон где минские соглашения вообще не упомянуты а хорошим местом для любого националиста на Украине является проклятие минским соглашением отказ от их исполнения и так далее то есть он как многие украинские политики двуличен для внешнего и для внутреннего употребления вот при всем том понимая это мы должны навязывать минские соглашения и я хочу сказать вот какие-то препятствия на пути этих соглашений сегодняшние не должны нас заставлять свернуть с этого пути берите например уже упомянутую вами Японию Япония имела разные приливы отливы в российско-японских отношениях но ни один японский политик не снимает с себя вот этой цели добиться возвращения островов мы с этим не согласны там пятое-десятое но они вот все буквально включая компартию в свое время Японии которая при живом Советском Союзе требовала возврата Курильских островов то есть ну сколько лет прошло с момента войны и вот такая последовательность она по крайней мере заставляет меня уважать а мы шарахаемся значит ах у нас минские соглашения реализуются давайте что-нибудь придумаем мы на этой почве сегодня можем только ухудшить свои переговорные позиции нельзя заниматься во вред своим переговорным позициям сомнениями в том что уже мы доказали является ну каким-то признанным документом Константин Федорович спасибо большое у нас сегодня был первый заместитель председателя комитета государственной думы по делам СНГ и вразийской интеграции связи с соотечественниками Константин Федорович Затулин обсуждали мы вопросы Крыма и Украины в целом переговорного процесса между Россией и Украиной является ли Крым обузой или так сказать золотым дном возможным какое отношение россиян к Крыму крымчанам несут ли они за это ответственность и какая жизнь в Крыму а также перспективам переговорного процесса Сурков-Волкер которые ведут эти переговоры на этом футбольном поле как мы сегодня обозначили сославшись на Леонида Кучму второго президента Украины с нами был Константин Затулин это Никита Исаевс Водная пресса и Открытая студия спасибо Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok